Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что знакомо многим и активно беспокоит и ухудшает жизнь. То, что будет сегодня произнесено, оно будет известно тем, кто с нами знаком, и через нас они получают определенную помощь. Те, кто с нами не знаком и не знает наших подходов и практик, для них это окажется чем-то совершенно неожиданным и полностью противоречащим тому, что они и ранее слышали. Еще третий, и сейчас сегодня пойдет о самоагрессии детей и подростков, ну и в какой-то степени агрессии. Общепринятая точка зрения на это следующее, что это проявление каких-то деструктивных, разрушающих потребностей у ребенка, стремлений причинить боль самому себе или окружающим с помощью тела, мышц, криков и так далее, зубов, либо с помощью еще предметов. Это как бы общепринятый подход, что это проявление какого-то, чего-то плохого, каких-то плохих наклонностей, которые есть у ребенка. Объяснений этому нету, так же, как и объяснение тому, что является причиной разных аутичных проявлений. Соответственно, и подход к этому, ну, как бы это сказать, обтекающий. То есть, либо стараться не замечать, либо переводить это в какое-то другое русло. Но конструктивного подхода, который приводил бы, понимание и подхода, который приводил бы к соответствующим позитивным изменениям у ребенка, их, собственно, неизвестно. Повторяю еще раз, то, что я скажу, оно для тех, кто с нами не знаком, окажется необычным. Но особенность этого, того, что я сейчас расскажу, оно в следующем. В отличие от других всяких умозрительных, предположительных подходов к пониманию, вот в том числе и проблем аутизма, и конкретно проявлений аутоагрессии, в отличие от, вот это понимание, этот подход, он практически показал свою действенность. То есть, это понимание приводит к тому, что эти проявления, либо сильно соответствующие, соответственно, вытекающие из этого понимания действия родителей, они приводят к тому, что эти проявления могут быть значительно уменьшены, и либо с течением времени, а таких примеров очень много, я надеюсь, здесь присутствуют те, кто смогут об этом рассказать, с течением времени они полностью исчезают. Иногда это происходит очень быстро, кстати говоря. Хотя вроде бы ничего прямого для того, чтобы как-то решить это проблему, вроде бы не делается. Но тем не менее, это явление прекращается. Как я говорил, принятый подход заключается в том, что причины неизвестны, но это деструктивные действия, к которым, соответственно, так и следует относиться, не видя в этом ничего положительного. Наш подход основан не на теории, не на анализе чьих-то воззрений, а на практике, которая у нас произошла в течение последних 10 лет и была изначально обусловлена необходимостью помощи собственным детям, которые заговорили достаточно поздно, в 3,5-5,5 лет. Вот это и подвигало нас в ЕСЭФе к тому, чтобы искать и найти способы помощи детям в такой ситуации. И, собственно, это привело, говоря прямо к открытию, которое сделано было ЕСЭФе, которое заключается в том, что причиной всех этих проявлений являются органические поражения. Поражения центральной нервной системы, периферийной, других органов систем, в любом случае это все так или иначе сводится к органическим поражениям. И вот содействие тому, чтобы эти органические поражения вылечились, за Божью помощь, тем или иным способом, и приводит к тому, что сами проявления тоже, они уходят в прошлое. К повторю, еще раз, это не абстрактные размышления на тему, это просто описание конкретного опыта, который уже опыт многих сотен, а может быть и, точнее говоря, многих тысяч семей за эти 10 лет. Теперь более кратко. Что такое самоагрессия? С нашей точки зрения, акт самоагрессии, это практически, как это ни странно звучит, это акт самолечения у детей, который таким образом старается себя вылечить и сделать так, чтобы им стало лучше. Слышится это, может быть, странно, особенно тем людям, которые наблюдали это со стороны, потому что выглядит это иногда просто совершенно страшно. То, как ребенок себя избивает, бьет со всей силой себя по голове, кусает руки, бьет себя по ногам, под разным другим частям тела. Вроде бы никаких позитивных стремлений в этом увидеть невозможно, потому что ребенок явно как бы старается нанести саму себе вред. И он иногда в этом преуспевает. Иногда достаточно страшно видеть, что происходит, дети с собой делают. То есть это не доводилось видеть, как ребенок себя до такой степени избивал, что у него было никому не лицо, а просто сплошной, даже не синяк. Это была сплошная рана. Так вот, что же в этом хорошем? Как показывает практика, вот таким способом дети стараются сделать себя здоровее. Через то, что они сами себя бьют и кусают. Они, причем люди которых, в семьях которых есть такие дети, они знают, что дети, по крайней мере, могут обратить внимание, если им задать такой вопрос, что дети бьют себя и кусают за определенные места, совершенно конкретные. Не за что попадется куда угодно, а вот какие-то совершенно есть определенные зоны, которыми стучают дети головой, лобной частью, затылочной, височной. То есть это, как бы, они оказывают такое силовое ударное воздействие на определенные зоны. Зоны головы, наверное, других частей тела. И это очень перекликается еще с теми методами, подходами, пониманиями, которые используются еще в древних народных медицинах. Это азиатская медицина, восточная медицина. Разные виды народной медицины, они основаны тоже на таких вот методах самолечения. Если говорить о безвестных описаниях, то мы вспоминаем здесь системы меридианов и энергетических каналов, на которых основаны китайская медицина, азиатская медицина, тибетская в каком-то смысле тоже, и другие. То есть считается, что по телу человека проходят определенные меридианы и энергетические каналы, и там есть определенные точки и зоны. Некоторые называются зоны Захарина и Геда по новой классификации. Ну это не связано, но косвенно. Это зоны на теле, на которых проецируются органы и системы разные. Это немножко другой подход, но в том же направлении. Кратко говоря, когда дети себя бьют, они стараются делать себя здоровее. И, например, они кусают себя, к примеру, за вот это вот место, многие знают вот это вот конкретное место, либо за запястье, либо внутренняя тыльная сторона. Причем, судя еще по опросу, который мы предварительно сделали, и речь действительно идет о том, что дети кусают себя, воздействуют таким образом на определенные совершенно области и зоны. К примеру, вот это вот место, называется точка Хэ Гу по-китайски, и это точка, которая называется точка от 100 болезней, и воздействие на которую традиционно в китайской медицине используется для оздоровления при очень многих ситуациях. И если сделать поиск в интернете по поводу всяких ударных подходов, то можно увидеть и сейчас вот что есть. Это ударно-волновой массаж, а там используются звуковые волны для той же цели. Используется во многих странах мира, во многих клиниках, центрах. И, к примеру, ударно-динамический массаж, просто такое название вот этого подхода, когда производится обшлепывание, обхлопывание вот такого вот ударного воздействия на тело человека, и благодаря этому происходит оздоровление. Ну, что конкретно написано по поводу ударно-динамического массажа. Когда орган, имеющий функциональное нарушение, выявлен, производится воздействие с помощью вакуумной банки, кстати говоря, тоже из этой серии, баночный массаж, баночное лечение, вакуумное тоже традиционное азиатское, и во многих других странах мира. Оно тоже оказывает подобный эффект. Возникает синяк, и когда организм рассасывает вот этот вот синяк, кровопотек, то происходит такое сильное и мощное самоздоровление. И происходит организм, вот рассасывая вот этот вот синяк, он подключает системы, восстановление еще и органов систем, которые с этим связаны, рефлекторно, по разным путям. Частота и сила. Кстати говоря, еще вот один из методов современных, которые используются подобных, это то, что называется аутогемотерапия. Это когда впрыскивается подкожно кровь, делается искусственная гематома, испрыскивается кровь самого человека, ему под кожу. И такой вот вроде бы странный, но основан на древних цивительских традициях подход. Манипуляция проводится до момента возникновения на поверхности кожи покраснение гематом, это именно то, что делают дети. Покраснение проекционных зон свидетельствует о функциональных нарушениях в области соответствующим органам. Методика ударно-динамического массажа позволяет успешно бороться с разными патологиями опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Значит, какие эффекты от применения подобных методов, методы, которые применяются сейчас тоже, в наше время. Первое, нормализация функций нервной системы. Вот именно то, что нужно. Улучшение кровотока и лимфотока, улучшение обмена веществ, выведение из организма кислотных метаболитов и других веществ, вызывающих проявление боли, снижение спазма локальных кровеносных сосудов и гладких мышц, устранение симптомов сжатия периферических нервов, нормализация повышенного артериального давления, уменьшение кислотности артериальной крови, активация оксигенации ткани, восстановление и увеличение физической и умственной работоспособности, ликвидация болевого синдрома при радикулитах, миозитах, парозии и т.д. Ну и тут болеутоляющий эффект за счет выброса эндогенных опиатов и серотонина, восстановления и работы внутренних органов. Ну и там дальше еще есть список. То есть, как это ни странно, нанесение себе ударов вполне возможно воспринимать. Именно с такой точки зрения, что ребенок старается себя просто-напсосто здоровить, ему плохо, у него, например, болит голова, и он таким образом, обычно здесь как бы это эмпирически находят сами, он таким образом старается сам себя здоровить. Я возвращаюсь к основному постулату нашего подхода, что все органические поражения, точнее, что все проявления ауэтического спектра, в том числе самоагрессия, это основа основывается на наличии органических поражений. И вот эти вот такие вот силовые болевые воздействия, они практически оказывают лечебный эффект, который детьми сразу ощущается. Еще один момент. Дети иногда наносят себе травмы, как будто бы они этого не чувствуют. Скорее всего, они действительно этого не чувствуют. Потому что если бы они это чувствовали, они бы не стали бы это делать. Это утверждение, оно не голословное, это опять-таки описание того опыта, который у нас был. Если здесь у нас есть люди, которые об этом сейчас потом расскажут, о том, как это происходило с их детьми, они обретали в результате лечения чувствительность и прекращали это делать, потому что они вдруг ощущали, что им это стало больно. Да, здравствуйте, это мы. Это вы, это... Сейчас. Здравствуйте, это вы. В частности. Да, в частности. Ну вот, если ты не против, я расскажу свое впечатление от первого наблюдения. Молодой человек, делал, когда вы приехали, вы расположились в такой частной гостинице наших соседей, вот, и сценочка, который наблюдал, когда приехал за вами. Захожу внутрь дома, слышу стук, такой как будто дятловый стук, как будто дятел по дереву стучит. Захожу внутрь, захожу на кухню и вижу такую сценку. Сидит товарищ ребенок на стуле около кухонного стола, поджал ноги и стучит головой по коленкам. Раздается такой, как будто действительно чем-то таким тяжелым стучат по дереву. Рядом стоит хозяин дома с бледным, побледневший весь и не знающий, как на это реагировать. Вот. Когда мы пошли наверх, Дима все время старался, пошли на второй этаж, там он все время старался головой стукнуться об стенку, перилы и еще что-то. Вот так это выглядело в начале. стучал он непрерывно при любой возможности головой. Ну, а потом произошло некоторое изменение. Вот, у меня помнится на сеансе УСФ, и вот он снова сел так и стукнул головой об коленку, об коленке. Ну, когда стенок рядом нет, то есть коленки. Дальше произошло удивительное. Он стукнулся и это вот так вот отпрянул назад с изумленным видом, потому что он впервые почувствовал, что ему больно. ему было больно, а до этого он этого не чувствовал. И после этого было очень интересно наблюдать, как он уже в более манипуляционных целях он стучал головой. Напомнишь, как это он делал? Да, у нас вообще, в принципе, хотела так вкратце рассказать по поводу битья головы. Вот буквально сзади меня дверь и вот до поездки к вам он просто тупо подбегал, ему что-то не нравилось, он бился этой головой, вот так лбом. У меня даже вмятина на стене. Вот, то есть он как бы совершенно не чувствовал боли. То же самое у нас было в садике, да. Вот он не хотел приходить в центр, его сажали в определенном месте, и вот он не хочет кушать или еще что-то не так, не по его. И вот он бился головой, и уже в стене была как бы дыра. То есть это была такая проблема, что мы думали, что нас уже просто выгонят из центра, потому что, ну, реально, ребенок наносил себе вред, а, ну, это вообще было, но при этом он не плакал, ничего, никаких у него, вот просто бился и все. Потом, да, когда прилетели в Израиль, у него появилась вот эта фишка биться головой об коленку. Вот это вот битье, чуть что-то не так об колено. И потом, вот я помню, да, этот момент после сеанса с Юсефом, я четко запомнила, когда он, во-первых, вырубился, и когда из него много жидкости как-то вышло, я помню, вот он весь мокрый, потный, да, такой был. И вот после этого момента как-то я стала замечать, что уже битье, но битье он уже стал подставлять руки. Рано, чтобы не было больно. Да, да, то есть то ли он понял, что больно, то ли что. И вот он стал себе подставлять руки, а потом, ну, через какое-то время вообще у нас прекратилось, ну, уже такого битья нету, ни с руками, ни без, слава богу, мы от этого избавились. То есть он, вероятно, пробовал себя как-то оздоровить, оживить, восстановить чувствительность от того места, которое он не чувствовал просто. Ну, да, может быть, может быть. И, кстати, вот когда я работала, вот вы рассказывали про случай, да, когда вот тут вот кусают дети, вот взрослая уже, ну, как девочка, ей, наверное, лет 30, и вот она постоянно, да, она постоянно вот так вот кусает руку, ну, конечно, это страшно, это ужасно, да, но, видимо, этому есть какое-то объяснение, да. Да, вероятно, там есть определенное, она таким образом воздействует на определенные, там, биологически активные точки, благодаря чему вот происходит улучшение состояния. хорошо, спасибо большое. Можно я тоже нашу историю немножко? Сейчас, да, да. Кто у нас? Настя. Да, Настя. Здравствуйте всем. Ну, Настя меня зовут. У нас была ситуация такая. У меня у ребенка, ну, в общем-то, когда мы познакомились с Давидом, это был первый специалист из всех, которых мы с двух с половиной лет до трех объездили, объездили, уж поверьте мне, паникеров мы немало. Настя, давай немножко о том, что конкретно. Он говорит, повышенное ВЧД, поэтому он и головой бьется, и себя бьет, и так далее. И вот когда я знала уже, да, что там смена погоды, еще что-то, у меня ребенок просто не в себе лупился обо все. Вот просто обо все, что можно. Бился он не до синяков, то есть у него не было каких-то ссадин там или увечий, нет, но он бился монотонно, постоянно при этом мычал, и вот как-то вот так, да, как только погода налаживалась, чуть обострение уходило. Когда мы приехали на очный курс, это было уже меньше, то есть на дистанционной работе ему, видимо, легче становилось, плюс я делала массажи, которые Аркадий рекомендует, ему становилось легче, чтобы он периодически раздышался. Настя, имеется в виду, наверное, рекомендованный, показанный подробно доктором Аркадьимым, точечный массаж, точечный, опять-таки, по точкам, для снятия внутричерепного давления. Да, да, да. И после этого массажа он постоянно бегал в туалет, то есть, видимо, как-то жидкость эта выходила лишняя, ему действительно становилось легче, у него переставали как-то вот виски быть горячими, да, и вот, видимо, легче становилось, и все. И он просто забывал о том, что он вообще это делает, то есть он это делал не из вредности. После очного курса, да, что я заметила, что виски у него на погоду вообще перестали быть горячими, вообще. Соответственно, и ушло само по себе вот это вот агрессивное битье, обо что угодно, так он мог и тереться, и биться, обо что угодно, да. Кстати говоря, в этот период он активно не только себя, ну. Ну, и меня подал, и преподавателей в садике. И щипал, и пусал, и прочее. Да, да, щипался. Ну, и сейчас я уже понимаю, что, наверное, да, это тоже было связано с какой-то вот, ну, таким самооблегчением, что ли, вот ему было от этого легче становилось. Щипания у нас потом остались еще чисто как привычка, мы это потом убирали путем воспитания, а вот битье головой просто как рукой сняло. Как только у него ушло ВЧД повышенное, он просто про него забыл вообще. То есть, с точки зрения твоего опыта личного, причина вот этого битья головой у него была именно... Головные боли, это были головные боли по проценту. Поэтому, не потому что спектакль устроил еще что-то? Нет, нет, нет. Просто это было не спектакль, ему было больно. По нему было видно, у него и синячки под глазами были, и глазки такие, ну, вот, замыленные какие-то были, горячие виски, вены вот здесь вот у него набухшие были, вот тут на переносице. Ну, Юсефа, наверное, помнит, у него прям очень сильно была вена видна, прям, ну, такая она, выпученная была. Да, это у него болела очень сильно головка. Да, вероятно, по поводу вены и прочего, вероятно, это не просто Юсефа помнит, а может быть, именно она или кто-то из нас еще параллельно тоже. Именно на это обратили твое внимание. Ну, конечно, вы вообще, когда увидели его, сразу сказали. Обычно, да, обычно родители, как бы, к детям привыклись, видят в них другое немножко. И вот такой взгляд со стороны помогает увидеть тоже самые очевидные вещи. К примеру, когда дети к нам приезжают, вот ты тоже прекрасно знаешь это, они проходят по стрижкам, почти под ноль. Кто-то это делает до приезда к нам, кто-то во время. Это необходимо для того, чтобы можно было вот конкретно работать с головой, видеть ее форму, видеть изменения, которые происходят. И вот во многих случаях, вот только после такой, вот такого пострижения, родители обращали внимание на то, что форма черепа у детей, она, ну, немножко неправильная где-то, она где-то искажена, где-то впадина, где-то, наоборот, выпуклости, которых быть не должно. Я призываю тех, кто нас слышит и видит, вот взять, посмотреть самим, обследовать так взглядом со стороны, как бы голову своего ребенка, вот, и посмотреть, вот, с этой точки зрения, все ли в порядке, может, на что-то нужно обратить внимание. То есть побольше... Вид, мы когда приехали к вам в первый день, вы его побрили, и вы еще сказали, сделай профиль, фотографию. Я говорю, это зачем? Вы говорите, ну, сделай, вы будете уезжать, фотографируем еще раз, голова должна поменяться. Я еще так посмотрела, думаю, в смысле голова поменялась? Это как поменяться? Ну, да, действительно, вот у нас получился этот, такой знаменитый наш калаш, когда просто, ну, колоссально, сгубшийся, вот, не могу по-другому сказать, лоб, виски и затылок. Ну, просто два разных ребенка с разным цветом лица, с разной формой головы. И, ну, действительно, вот это оно самое. Да, по поводу изменения формы черепа, меня это до сих пор весьма изумляет. Ну, когда происходит уменьшение черепной коробки при понижении внутричерепного давления, это понятно, что, ну, как-то оно меньше становится. Но каким образом, буквально за считанные дни происходят, наоборот, вырастания, это в случае с микроцефалией, и, причем, не за счет того, что швы начинают расходиться, а просто физически кости начинают менять свою форму, и как бы голова увеличивается в размере, и не только в диаметре. Мне это самому пока что непонятно, как это может быть, но это есть. Это есть. И вот конкретно вот твой товарищ, он себя лупил по голове, потому что у него просто болела голова, и это подобное ему помогало, кстати, и этим же было обусловлено еще и агрессия против окружающих. Тоже. Ну да, сложно представить человека, у которого жуткие боли, а его тут еще заставляют что-то делать. И он это не может объяснить. Да, и никто это не понимает. И ничего с этим сделать не может, и поэтому вот он поступает таким образом, не от дури, а именно как проявление мудрости, как это ни странно. Опять-таки вот новизна предлагаемого подхода в этом и заключается, что это дети делают не как проявление какой-то своей вот деструктивной неумности, а наоборот, это проявляется их мудрость и знание, и практическое желание себя сделать более здоровым. Спасибо, Настя. Вам спасибо. На здоровье. Кто-то еще что-то интересное хочет рассказать? Да, можно, знаете, здравствуйте всем. Да, здрасте. Сразу вспоминается Мазболе. Да. Моего сына зовут Айдос. У него сначала была агрессия на окружающих. Он всех покусывал, всех. Потом перешло на самоагрессию. Он кусал указательные пальцы, вот мякоть. Прям допусывал до костей. Насколько мне помнится, в одном и том же месте. Да, в одном и том же. В одном и том же. В один и тот же палец, например, в одном и том же месте. На двух руках он покусывал, по очередной. Например, до кости может прогрызть, потом на вторую руку переходит. То же самое указательное. То есть это кости значит, что он это место, он боли оттуда не чувствовал. Был нарушен. Нарушена чувствительность, и таким образом он тоже ее пробовал восстанавливать. Что меня больше всего поразило в его руках. Это натруженные мозоли. Точнее, нагрызенные. Если бы мне кто-то про это рассказал, я бы, наверное, может быть и не поверил бы. Это нужно было увидеть самому. Вот такие вот толстые мозоли. Да, у нас были как на толстыше, вот на ногах бывает же, только вот на пальцах. Нагрызыши. Потом, после очного лечения, вот сейчас он вообще не кусает свои пальчики. Даже-даже. Сколько ему лет? Появилась чувствительность. Да, замечательно. Было тогда. Да, сколько ему лет было? Когда мы были на очном? Да. А если ему было 9 лет? Уже достаточно взрослый молодой человек. А сейчас вообще не кусает даже этот? Взрослый и достаточно немелкий. Да, точно. Спасибо вам. Крупнее некоторых родителей. Благодаря вам. На здоровье. То есть, когда произошло правильное лечение и какие-то органические поражения стали менее активными, назовем это так, то и кусание прошло, и нападение. Правильно, да? Я понимаю. Да, да, да. Не, ну эти мозоли, конечно, это называется, как вспомни, так вздроганно. Это же, как представишь себе, сколько же и как нужно было грызть буквально, чтобы вот такие толстые мозоли, это как подошва толстая они были. Ты не натоптешь, это что-то было. Рады за вас, что это осталось в прошлом. Вы из Казахстана, да? Вы откуда? В Казахстане. Ага, понятно. То есть, у нас, первое, с Украины, потом с России и сейчас с Казахстана. Из разных регионов. Спасибо. Кто-то еще что-то интересное сказать хочет? Поделиться своим опытом? Давид, здравствуйте. Рада вас видеть. Можно? Так, кто это? Это Зика. Зиада. Вика, сейчас секунду. Зика, Зика. А, Зика. Зиада. Зика, да. Рассказывай. Мы очень давно с тобой не говорили. Не меньше года. Слушай. В общем, ну, про личное потом расскажу. Да, потом, да. А вот по поводу опыта я тоже к этому пришла, что сама греча, она не просто так, это все понятно. Но вот на днях у нас такой случай был. Она плакала, но это явно было не то, что, ну, это не от боли было. Ну, как, вернее, от боли, или просто я не могла принять причину. Я, ой, это называется, сейчас минуточку, видимо, чувствительная, звуковая, видимо, я так тебе предполагаю. И что помогло, я закапывала ей в ушко перекись, ребенок сразу успокоился, может, кому будет полезно. Понятно. Понятно, спасибо. То есть, насколько я понимаю, был рассказ о том еще, что всякие такие вот негативные проявления, связанные с дискомфортом у ребенка. И если это полечить называется, то оно само, то есть оно и выисчезает без каких-либо карательных методов и способов. Спасибо. Кто-то что-то еще сказать хочет? Ага. Можно я скажу доброго времени суток всем. Слышно меня, да? Да, просьба сказать, кто это, чтобы я... Это Ольга, я из Подмосковья. Мы с вами, скажем так, общались через скайп. Когда это было? Это было неделю назад. Через скайп? Да, да. Ну, в общем, по видеосвязи мы с вами общались. Я вам показывала видео. Я уже много лет как не провожу сеанс. Извините, да, по видеосвязи. Через ватсап только видеосвязь. Вот. Можно я тоже немножко поделюсь опытом, если так можно сказать. Это именно по поводу самоагрессии. Да, да, по поводу самоагрессии. Дело в том, что я у своего ребенка не наблюдала, но так как я работаю с детьми с ограниченными возможностями здоровья, вот в детском саду, особенно при изменении погоды, я видела, как детки, особенно вот тоже говорили с повышенным внутричерепным давлением, начинали биться головой об стенку. И особенно это, когда, знаете, такая ветреная погода, вот такая вот сумрачная, ну, такая вот дискомфортная погода, вот, связана с ветром. И, вы знаете, им как-то вот через какое-то время они немножко успокаивались. Ну, вот я еще была свидетелем, как один мальчик, ну, у него он склонен к эпилептическим содорогам, вот, во время, после, то есть, вот видно, у него вот эти были приступы, связанные перед судорогами, он тоже бился головой об стенку, потом с ним случалась эпилептическая судорога, и он успокаивался. Вот это я тоже видела. То есть он засыпал, он становился спокойным, и, естественно, он не помнил ничего происходящее, но дело в том, что он вставал совсем другим уже ребенком. Понятно. Понятно. Вот я все вот слушаю, вот и все возникает вопрос такой, а что же делать, чтобы помочь ребенку, чтобы ну, лечить его, поддерживать в таких ситуациях? Да, ну... То есть не просто как к этому правильно относиться, вот этот первичное, на мой взгляд, это понимание правильно, что это проявление того, что у ребенка, говоря очень по-простому, что-то болит, и нужно сделать что-то адекватное для того, чтобы ну, простыми словами полечить эту причину, и чтобы не было ребенка потребности, вот так себя проявляется, практически иногда наносит травмы саму себе. Мне довелось некоторое время проходить стажировку в одном израильском учреждении лечебно-воспитательном, скажем, это так, для подростков, не детей, а для подростков с разными эротическими проявлениями, и там я видел такую сценку, вот гуляют например, воспитанники, их всегда называют только именно воспитанники, не пациенты, и многие из них ходят в касках. Почему в касках? Потому что, опять повторяю, это подростки, иногда достаточно взрослые, они могут в любой момент начать биться головой во что угодно, дерево, стены, пол каменный, что угодно, и могут в буквальном смысле разбить себе голову. И чтобы этого не произошло, они ходят все в касках таких велосипедных. То есть это как бы обычная практика, в силу того, что это, к сожалению, происходит достаточно часто. И опять-таки возникает вопрос, а что же делать, чтобы помочь такому ребенку, или молодому человеку стать более здоровым, и чтобы это практически помогло. Кто-то из наших подопечных, кто-то может что-то рассказать о том, как это они сами делали. Ну, да, об этом рассказали и Оле и Насте, что они делали, чтобы было снижено повышенное выключительное давление, которое приводило в их случае к таким проявлениям. А может быть, мы попросим рассказать об этом кого-нибудь из наших докторов, например, доктора Аркадия. Что вообще в медицинах используется для помощи в таком случае. Доктор Аркадий, вы здесь наслышите? Давид, можно я коротко, пока Аркадий подключается? Да, вот. Ну, вот, действительно, я же вот тоже, когда работала с нашими воспитанниками, они тоже все вот в этих шлемах, в каске, ну, вот, боксерские шлемы покупают для того, и вот у нас изначально мы тоже Диме в садик туда купили такой шлем, но дело в том, что тоже пока ребенок маленький, он, ну, походил пять минут, потом снял, то есть ему нельзя объяснить, да, что постоянно в нем надо ходить, и вот, что я хотела спросить, можно ли использовать, допустим, мочегонные какие-то препараты, когда есть какое-то вот обострение, да, на погоду, вот я слышала, чтобы так же, чтобы снимать ВЧД, вот использовать мочегонные препараты, да. Ну, я тебе скажу позицию вообще врачей, которые, которым ты тоже наверняка ходила, они выписывают мочегонные разные, типа, если мне правильно помнится, диокарба, диокарба, и чего-то подобного, то есть выводится просто жидкость из организма и за счет этого понижается давление жидкости, то есть это не крови, а жидкость, повышенное внутричневое давление это не давление крови, как это может быть, можно подумать, это давление жидкости, ну, кровь тоже, конечно, жидкость, но имеется в виду ликвар, это просто жидкостная среда организма и лечится это в конвенциональной медицине тем, что дают ребенку мочегонные какие-то препараты, либо в особых, особо тяжелых случаях ставится как бы шунт, который выводит лишнюю жидкость, да, это принятый способ мочегонный конкретно диокарп, единственное, есть и различные растительные препараты, которые более правильны в такой ситуации, но нужно знать меру, потому что с одной стороны это снижает симптомы, то есть снижает внутричневое давление, а это необходимо сделать, потому что это плохо. Можно я скажу, вот у нас опыт... Секундочку, с другой стороны, это усиленное насильственное выведение жидкости из организма, оно приводит к тому, что вместе с этой жидкостью выводятся и полезные вещества, нарушается натриевикалевый баланс в организме, и тоже ничего хорошего по большому счету не приводит. Правильно, можешь повышать. Можно я скажу, ага, вы знаете, вот это Ольга, я помню, мы когда делали электроэнцефалограмму сыну, у него была эпилептиморфная активность, нам поставили, и нам доктор, то есть я пожаловалась еще на головные боли, и нам доктор, невролог, эпилептолог назначила диокарп вместе со спаркамом, причем это была схема лечения, то есть там вот, это, по-моему, мне даже надо поискать, где-то у меня эта схема осталась, там четко нужно было соблюдать схему, там первый день даешь, потом второй день не даешь, ну, в общем, это четкая схема. не будем терять время, это частность, которая не об этом сейчас речь. Я поняла, то есть мы пили, да. Понятно, да, то есть это один из способов, то, что мы предлагаем, это ближе к тому, что делают сами дети, это конкретные разные массажные воздействия, воздействия на точки разными естественными способами, в том числе для снятия повышенного внутречерепного давления. Вот внутречерепное давление, о котором сейчас говорят, это один из многих аспектов, один из многих там поражений, которые приводят таким вот к самой агрессии, но не единственное. Доктор Аркадий, вы с нами? Я с вами, с вами. Да, сейчас мы с вами. Я все-таки не включу, не... Давид, а можно мне вопрос задать? Нет, потом. можно написать, может быть, в чате. Есть вопрос только по поводу вот автоагрессии. Только. Больше ничего. Сегодня у нас разговор тематический. Аркадий, слушаю вас. Я немножечко несколько слов скажу, и тогда, может быть, некоторые вопросы просто ответы уже будут. во-первых, я хочу вам сказать, что, скажем так, подтверждение или доказательство того, что говорит Давид, просто мы этого не замечаем. На самом деле, к самоагрессии можно отнести и ситуацию, когда взрослые люди делают с собой то же самое. смотрите, при, скажем, головных болях или при каких-то болях определенных частей тела, вспомните, что обычно мы делаем, да? Мы начинаем давить на виски, мы начинаем, вот, да, Ольга показывает, тереть, мы начинаем какие-то холодные тряпки окутывать голову, завязывая очень сильно. то есть на самом деле мы делаем то же самое, что делают дети. То есть это можно рассматривать как тот же факт самоагрессии, просто взрослый человек он немножечко контролирует и понимает ситуацию, поэтому это выражается немножко по-другому. Вот то, что говорила Ольга по поводу, вспомните, очень многие люди, особенно страдающие какими-то скачками давления артериального, они что делают? Они начинают ощущать изменение погоды. И опять же, да, в этой ситуации они что-то пытаются сделать. Я знал больных, взрослых, совершенно, так сказать, адекватные, органикой головного мозга, которые, скажем, при приступах пытаются, ну, вот там, допустим, засунуть голову в холодильник, например, им легче от этого становится. То есть, это тоже можно расценить как факт самоагрессии. В каком плане? Значит, любой человек с точки зрения его физиологии, он стремится жить в комфорте. То есть, он стремится жить без боли. Поэтому он пытается найти то положение, те какие-то моменты, которые эту боль снимают. И я сейчас, вот, я говорил, что непонятно, почему дети это делают. Значит, я сейчас попытаюсь объяснить, почему они это делают с точки зрения физиологии. Значит, дело в том, что наш болевой центр устроен таким образом, что он реагирует на болевой сигнал с одного места. Причем, это место, это участок максимальной боли, так называемая триггерная точка. Так вот, если, скажем, у человека болит зуб, то мы можем его там щипать, мы можем его кусать, мы можем и так далее, да, он будет чувствовать боль зуба и не будет чувствовать боль другую. Но, если в этот момент ему причинить боль, которая по болевому порогу превышает то, что происходит, произойдет переключение. Поэтому дети, ощущая, допустим, главную боль или боль в каких-то органах, они стремятся ее, грубо говоря, перебить. То есть, сделать так, чтобы в другом месте болело сильнее. И тогда та боль, которая вот их преследует, они не будут ее ощущать. Аркадий, вероятно, учитывая то, как показывает практика, причинение боли происходит по одними и тем же точкам, то, вероятно, речь идет о том, что эти точки, они и эти органы не связаны. И речь идет, наверное, не только о взаимоподавлении боли, а о других процессах. Я сейчас еще об этом скажу. Значит, соответственно, это такой первый момент, который мы ощущаем не только у детей с какими-то органическими поражениями, но и, скажем, у взрослых, которые страдают какими-то болями, например, пытаясь их убрать. начинали к вопросу о повышении внутричерепного давления и так далее. Дело все в том, что основным фактором, как сказал Давид, является спинномозговая жидкость. Это лимфа, которая протекает действительно по определенным каналам, в частности, по спинному мозгу, выходит в головной мозг и, концентрируясь в определенных участках головного мозга, создает внутричерепное давление. Поэтому, естественно, снятие вот этого давления это первостепенная задача. Значит, действительно, есть методика применения мочегонных препаратов по этому поводу. И я могу объяснить, почему дают в этой схеме аспаркам, потому что аспаркам это калий и еще вещества органические кислоты. Так вот, потому что при назначении мочегонных выводятся прежде всего микроэлементы, которые необходимы организму для жизнедеятельности. И вот здесь, как сказал Давид, я могу в этом плане только подтвердить, очень важно соблюдать баланс, потому что микроэлементы, они на то и микро, что их вывод даже в очень небольшом количестве может кардинально негативно сказаться на организме ребенка. Особенно на организме ребенка, который имеет какие-то органические поражения головного мозга, потому что эти микроэлементы, они как раз в стабилизации этих процессов и участвуют. Аркадий, прошу прощения, давайте концентрируемся на том, на описании конкретных методов путей оздоровления ребенка с помощью методов подхода восточной медицины, которые могут родители и сами тоже применять. Тем хороши методы восточной медицины, которые известны тысячелетиями, скажем, они хороши тем, что они работают на симптом. То есть, если у нас есть, допустим, болевой симптом, скажем, в конкретном месте, воздействие на определенные точки, они этот симптом снимают. Таких методов в каждой восточной стороне, в каждой восточной швасу очень много. Практически все методы восточной медицины, они являются вот такими стабилизирующими элементами. Ну, например, если мы говорим о, скажем, внутричерепном давлении, я показывал, это определенные точки, это массаж гуаша по определенным линиям. На точке можно воздействовать совершенно по-разному. Можно воздействовать руками, можно воздействовать иголкой, палочками, воздействовать каким-то давлением, скажем, какого-то прибора, можно воздействовать током, есть, да, электро, такие вот, электрофунктуры, можно воздействовать теплом и прогрессом света. Да, да, да. Вот, кроме этого, очень хороший эффект, и вот те, кто у нас был, знают, что я достаточно широко применяю этот метод, нет крайнюю сакральной терапии. Почему? Потому что этот метод, который, собственно говоря, то, о чем говорит Давид, он заставляет работать сам организм, то есть метод как бы самовосстановления, да, организм получает дополнительный сигнал, дополнительный импульс и вот убирает те проблемы, которые для конкретного организма являются саморазрушением. скажем так, в правильных руках хороший эффект дает метод остеопатии, это воздействие на параллельные кости черепа для того, чтобы, скажем, опять же, сам организм стабилизировал внутричерепное давление. И вот здесь я хочу сказать следующее, учитывая то, что методы много, и они разнообразные, несмотря на то, что как бы эффект одинаков, очень важно подобрать индивидуально каждому ребенку свой метод. И вот здесь надо, невозможно на, скажем, таком экране сказать, что да, все применяют это, или все применяют то. Здесь надо в каждом конкретном случае подбирать конкретный метод, потому что кому-то более эффективно, скажем, будет шклопатия, кому-то более эффективно крайне сакральная терапия, кому-то точечный массаж. Иногда эти методы можно чередовать, то есть пройти курс чего-то одного, через какое-то время курс другого, и они будут являться как бы дополнением. Поэтому здесь можно говорить о методах тибетской медицины, когда работают и с пульсом, и с, скажем, радужкой глаза, подбором определенной диеты и так далее. То есть вариантов достаточно много. И опять же можем говорить о консультационной работе в плане подбирания каждому ребенку что-то индивидуального. рекомендовать если знаешь о чем ее делать. Спасибо, доктор Рокази. Это вот как бы то, что спрашивалось. Я правильно понял вопрос? В целом да. Но я сейчас сам дополню конкретными рекомендациями того, что делать когда у ребенка такие проявления. Потому что освоить, даже просто просмотреть весь список того, что вы рассказали, всех этих методов, это интересно, но практически нужно что-то сейчас делать. Нужно знать некоторые конкретные способы помощи, о которых вы тоже упомянули, просто вы много рассказали, нужно будет более сконкретизировать. Кто-то еще что-то хочет сказать? Тогда скажу я. Во-первых, что делать? Что я рекомендую, когда ко мне обращаются с вопросами о том, что в таких ситуациях нужно делать? Рекомендация такая. Опять-таки, это личная точка зрения. Я не утверждаю, что это правда последней станции, которая для всех абсолютно одинаковая. Но точка зрения. Точка зрения, точнее, не меня, нашего опыта. Точнее, это не точка зрения, а точка опыта. опыта помощи достаточно большому количеству людей и семей. За эти 10 лет последних это, вероятно, речь идет уже не о сотнях многих, а о многих тысячах семей, которым довелось помогать, и жизнь которых, я думаю, со всеми основаниями можно сказать, что улучшилась за это время и значительно. Каковы мои рекомендации? Во-первых, смотреть на это адекватно, учитывая то, что я рассказал, что это практически не проявление каких-то особо дурных свойств ребенка, что он какой-то сумасшедший, поэтому я делал такие сумасшедшие действия, которые здравомыслящий человек никогда делать не будет. Никто сам себе в здравом уме наносить травмы, делать больно не будет, мы считаем именно так, но мы не видим другую сторону. Вот об этой стороне я как раз сказал, что это как раз таки наоборот. Это не акт самоагрессии, это акт самолечения. Ребенок проявляет свою мудрость и желание активно, желание сделать себя лучше, сделать себя здоровее, причем не только снимая симптом, а практически производя лечение причины через такое действие, воздействие. То есть предлагается опять-таки это предложение, это не указание, это просто вы спрашиваете, мы отвечаем, делимся своим личным опытом, мы просто предлагаем вам внимание. И что предлагается? Помочь ребенку в устранении тех причин, которые вызвали такое поведение. В силу того, что мы уже знаем, что это есть результат каких-то органических поражений, говоря по-простому еще, ребенка не просто что-то болит, оно на него болит, например, болит голова, или у него он начинает вдруг чувствовать, что он теряет ощущение собственного тела. И он таким вот образом пытается это восстановить. Помочь ребенку, помочь ребенку адекватным желаемому результату действия. Конкретно массаж шеи, головы, спины до покраснения, обхлопывание, то же самое, что он делает. Делайте ему это, может быть и по необходимости, и несколько раз сутки просто, как лечебное действие. А общипывание, обстукивание, вот так, чтобы кожа покраснела. Если можно обследовать тело ребенка, определить, какие зоны у него, например, там есть потери чувствительности, делается это традиционно, например, с помощью зубочистки, которую вы так вот прикасаетесь к коже и смотрите на безусловную реакцию ребенка, если он, естественно, не надо стараться прокололиться, просто человек, у которого нормальная чувствительность, он это сразу почувствует, как тело, как дернется. У детей таких, во многих случаях, просто потеряна чувствительность в этих зонах. и вот с помощью вот такой пробы можно это определить. Как это можно лечить? То же самое, вот такое воздействие всякими игольчатыми приспособлениями, в том числе при купании в душе растирать вот мочалкой до покраснения тоже кожу. Это будет полезно во многих отношениях. Что самое интересное, один из наиболее эффективных и простых способов вот такого и разогревания и оживления тела, раскрытие капилляров, снятие спазмов спастики тоже называется и оказался всем известный контрастный душ. Когда ребенку плохо, во многих случаях, и когда он себя так ведет, во многих случаях оказывается эффективным проведение немедленно контрастного душа. Но можно это сделать вообще, особенно когда ребенок плохо спит, просто перед сном делать ему вот такие вот водяные процедуры, водные процедуры с контрастным душем. Что имеется ввиду под контрастным душем? Включается теплая вода, потом на короткое время температура понижается, потом снова повышается. И вот это называется контрастный душ. С течением времени разницу в температурах можно повышать, теплой при этом нужно учитывать, что начинаться и заканчиваться должно теплой водой. Не надо бояться того, что ребенок станет дрожать. Это естественная реакция организма на такое понижение температуры. Но как я сказал, сразу же нужно переводить на теплую потом и разницу температуры можно потихоньку повторяю еще раз увеличивать. Вот такая простая знакомая всем естественная процедура водная тоже дает очень большой эффект. Ну вот это все это результаты моего опыта помощи людям. Я расскажу один конкретный пример. Это было уже больше десятка лет назад. Я тогда общался с одной семьей из Тольятти. Там был замечательный молодой человек по имени Матвей. И у него было проявление самоагрессии. Представьте себе такую сценочку. Сидит молодой человек на балконе и лупит себя бутылкой по ноге. со всей силы. Так что там стекла трясутся. Сидит рядом его мама и рыдает. Он внимания никого не обращает. Я ей порекомендовал намазать ему его тело каким-то разогревающим кремом обычным, тем, что продается в аптеках, чтобы усилить кровообращение, чтобы восстановить чувствительность. Тот метод, который называл доктор Аркадий Гуаша, он тоже весьма хорош для этой цели. Особенно, когда есть разные проблемы с иннервацией рук, так называемые крылышки, или проблемы с низким контролем нижних органов, анурез, то, называется. Иногда помогает хорошо такой простой, но действенный способ, это Гуаша, который помогает восстановить утраченные связи, чувствительности. Прошу опять-таки не слишком придираться к словам, потому что я пробую простыми словами описать сложные, в том числе, физиологические процессы, физиологические, энергетические тоже, кстати говоря. Вот, я порекомендовал делать контрастный душ, и еще намазать тело, ну не вместе, по-разному, разогревающей мази. Дальше произошло удивительное, я не просто так это рассказываю, может кому-то это будет весьма полезным посмотреть через вот эту ситуацию на своего ребенка и что-то может быть увидеть. Через какое-то время мама ребенка написала, что после того, как она намазала его разогревающим кремом, это может быть был Бенгей или какие-то другие из обычных продающихся в аптеке, через какое-то время он сказал, что ему сказал, показал, что ему некомфортно, что ему там жжет, и она это снимала крем влажной салфеткой. Самое удивительное было в том, что он почувствовал, что ему неуютно, что ему жжет, не через две минуты, не через пять минут, и не через десять минут, как это вот мы в обычном случае чувствуем. Прошло порядка полутора часов, пока он начал это чувствовать. И я ей сказал, ты себе представляешь, до какой степени у него то, что называется это отморожено чувствительность, что он это почувствовал только вот через полтора часа. Она продолжила вот такие вот процедуры, и вот это вот жуткие картины с избиением самого себя, при этом было видно, что ребенок как бы бьет, он не чувствует боли от этого. Если бы он не чувствовал, он бы не стал убить себя. Вот эти явления ушли в прошлое тоже. Вот к чему я об этом сказал, конкретные способы помощи при самоогрессии, один это некоторый из. Это контрастная душ, это разогревание тела, это обстукивание, обшлепывание и так далее. При этом если мы так оглянемся, посмотрим то, что используется в медицинах и нам это известно, оно тоже направлено на это. Вот мне под рукой тут несколько предметов, хочу их показать. Ну вот, например, такая вещь. Называется это мезороллер. Многим женщинам это известно. Это такая вот валик с мелкими иголочками, которые прокатываются например по лицу и переводят к омоложению кожи. То же самое иголки воздействия на биологически активные точки. Кроме всего прочего, активизация через небольшой болевой сигнал всех органах систем. Ну вот это для массажа тоже опять-таки точечное продавливание. вот такие вот странные вещи. Вот это вот молоточки. Китайские традиционные сделаны из нефрита, из камня, то есть применяются они подобные уже в китайской медицине уже давно. Вот это вот такие молоточки. У некоторых вот еще на конце такие застренные концы тоже для точечного воздействия. То есть это то, что существует, как эти практически используются для того, чтобы оздоравливать себя и других. В последнее время, как мы говорили, стало модно использование в элитных, особенно всяких там местах для отдыха вот такой вот штуки. Это тоже китайская такой как бы веничек, которым делается вот такой массаж, отбивка всего тела. никто это не воспринимает как агрессия, наоборот. Это способ самооздоровления. Ну вот вот такое вот, например, тоже китайские приспособления, которое используется для самооздоровления вот таким вот способом. Немножко поясню, почему у меня возникло еще такое понимание. Я вроде бы немножко не по теме буду говорить, но это как раз таки даже по теме объяснение того, каким образом я пришел к этому пониманию, того, что это такие действия детей, это не проявление самоагрессии, а проявление самолечения. Это произошло в силу моего определенного жизненного опыта. Во-вторых, я немножко так специально смещаю временную оси, поэтому во-вторых, это событие произошло позже, а точнее говоря, во-первых, я говорил о том, что наш центр называется центром еврейской медицины, не просто так, он основан действительно на постулатах и пониманиях еврейской духовной традиции, в основе которой лежит в проявлении любви и заботы и к себе и к окружающим. И понимание того, что человек, он создан по подобию Бога и внутри он чистый и непорочен, он хороший. И даже если он что-то плохое вроде бы делает, то за этим всегда стоит какой-то положительный стимул, что-то хорошее, то есть намерение было хорошее. Даже понятие греха в еврейской традиции, как это в общепринятом смысле, его собственно нету. Слово, которым обозначается это «хэт», он обозначает скорее как бы ошибку не специальную, промах. То есть один из знакомых неровинов объяснял это так, что ну представьте себе, что вы берете лук и стрелу «хэтсвэкэшит», и видите перед собой цель, натягивая, берете стрелу, вкладываете в лук и посылаете стрелу в цель. Но при этом происходит что-то непредвиденное, то ли рука дрогнула, то ли ветер подул, то ли еще что-то и стрела куда-то улетела, попала не туда, может быть даже принесла какой-то вред. И то есть это было не целенаправленное действие, а нежелаемая ошибка. Вот это понятие греха в еврейском понимании этого слова. К чему я про этого говорю? Дело в том, что люди, которые воспитываются в еврейской традиции, они воспитываются еще с пониманием того, что нужно стараться всегда видеть хорошее в любом, что мы видим и наблюдаем в любых действиях других людей. И я этому обучаю с детства. Я сам лично присутствовал на уроке в школе, в светской школе, не ультратодоксальной. Это был там, где учатся наши дети. Но она соблюдающая ценность, но не ортодоксальная, скажем так. И я видел очень удивившую меня сценку. Это была еженедельная встреча директора школы и учеников. Раз в неделю, по пятницам. Всегда есть такая встреча с директором. И они там поют, рассказывают что-то. Поют все вместе, на экран проецируется текст какой-то песни, они читают и учат. Выглядит это все потрясающе просто. И проводятся разные беседы воспитательные. Во то время одной такой я как раз присутствовал. Мне просто поразило то, что я увидел, ибо детей обучали тому, чтобы во всем видеть какую-то положительную сторону. Увидев, что человек поступил как-то плохо, понимать, что наше понимание того, что это плохо, оно может неправильно быть совершенным. И в действительности человек что-то хорошее сделал. А мы это поняли по-другому. Ну, и детям предлагалось. Вот, например, такая-то ситуация, что которые предлагаются к рассмотрению разной ситуации, которая, собственно, с обыденной точки зрения абсолютно негативная и злонамеренная, и показывает о том, что человек их совершивший, он хочет что-то плохое сделать. И нужно, дети должны были предлагать разные варианты того, объяснение того, что он это сделал с каким-то хорошим намерением. К примеру, там ребенок подходит один к другому и внезапно его толкает, летает в сторону, падает, ударяется очень сильно. Что может быть хорошего в намерении? И убегает. Сценка, которую многие наблюдали постоянно. Либо ребенок там какой-то залез кому-то в портфель и утащил его завтра, к примеру. Опять-таки, что в этом хорошего может быть? И вот я видел то, как дети встают и говорят, что вот, наверное, тот толкнул другого, потому что там пробегала толпа людей, ехала машина, еще что-то, и того-то нужно было просто отбросить с этого места, иначе его раздавили, затоптали. Ребенок, который вытащил, украл, например, завтрак, куда-то утащил, что он унес кому-то, кому срочно нужно было накормить, к примеру, и так далее. То есть, мы во всем видим хорошее. К чему я об этом говорю? Я смотрел на то, как дети лопят себя и травмируют еще через призму этого знания. Еще один момент, который также содействовал тому, почему я вот всякое вот такое не воспринимаю как какое-то насилие что-то неправильное. Мой личный жизненный опыт говорит о том, что подобные вот такие даже очень сильные действия, они имеют хорошую цель. Конкретно, у меня есть некоторый опыт занятий различными боевыми искусствами, прежде всего разными внутренними стилями. Начиналось это в 1979 году в прошлом веке. я более года занимался в школе бесконтактного карате практически, как я потом это узнал. Это была школа, змеиная змеиная школа Ушу называется Чой. И всегда, на всех тренировках, которые происходили там три раза в неделю, перед основными тренировками проходила разминка, согрев тела. Только после этого начинали уже основную тренировку. Потому что если тело не разогреть, делались всякие движения, махи, прыжки, бег, если вот этого и самое главное отбивка была. Вот такая вот. Это каратэ разными частями тела. Руки тоже в этом подходе являются определенными инструментами. Отбивалось нос, лицо с полной силы до покраснения. Для чего это нужно было? Опять-таки мы возвращаемся к тому, что подобное делают дети. Это было необходимо для того, чтобы разогреть тело, включить мышцы. Если давалась нагрузка без этой разминки, разминка всегда делается в любых спортивных системах перед основной работой так называемой. Если не сделать разминку, тело сломается. Точно так же, как автомобилисты знают, если машина стоит на холоде, если двигатель не разогреть, то если его насильно быстро включить, двигатель просто сломается. Чтобы этого не происходило, необходим разогрев тела. Вот подобный жизненный опыт способствовал того, что я смог увидеть в том же, что видят люди окружающих, наблюдая за такими детьми, уже немножко другое. Исходя из этих двух знаний, опыта, это то, что было принесено через опыт занятия восточными единоборствами, кстати, слушаемся в это слово, единоборство, создание единства через борьбу. И ювелирскими отношениями, которые говорят о том, что все имеет свое доброе начало, добрый посыл, добрые намерения. Вот и предлагаю вам тоже посмотреть на происходящее с этой точки зрения и стараться помочь своим детям, не воспринимая это еще как вот этих проявлений, как повод для включения чувства собственной вины или злобы, воспринимая это то, как призыв к вам помочь ребенку стать здоровее и найти способы естественного его оздоровления. Вот на этом я хочу закончить, пожелать всем мудрости и радости, опять-таки напоминаю, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания, то вы всегда можете к нам обратиться. Да, я забыл один важный момент рассказать. Это буквально произошло несколько дней назад. Обратилась одна женщина по поводу своего ребенка, который избивал себя, причем очень сильно, руками бил себя по голове, ему надевали на него каску, он продолжал бить, связывали руки, он продолжал бить себя по голове, и в последнее время он стал просить маму, чтобы она ему завязала руки, потому что он не может с этим совладать, он знает, что это плохо, что это нельзя, но он не может ничего сделать, оно само, что-то его заставляет так вот это делать. Я этой женщине рассказал о том, что скорее всего ребенку просто-напросто называется нарушено кровообращение головного мозга, и он вот такими вот встрясками старается это кровоснабжение усилить, и вот особенно по шее, вот в таких случаях по затылочной области как бы дети бьют, ну и также еще по другим частям тоже. Несколько дней назад они сделали обследование и обнаружили, таки да, у ребенка сделали доплер обследование, делали еще другие обследования, делали МРТ и определили, что да, у ребенка нарушено кровообращение головного мозга, сужены сосуды, недостаточное кровоснабжение и так далее. То есть это было установлено уже просто официально. И люди сейчас вот должны будут пойти к остеопату с тем, чтобы постараться это исправить. Вот это вот просто еще одно такое подтверждение того, что это правильное понимание, что дети себя бьют по голове, кусают себя, наносят практически иногда травмы самим себе не от дури, от каких-то дурных своих свойств, а не наоборот. Это проявление хорошего в них. Они стараются сами себе помочь, сделать себя более здоровым. У кого-то короткий вопрос какой-нибудь есть? По теме, но короткий, но по теме. А скажите, пожалуйста, если ребенок прекращает делать эту самоагрессию, это значит, у него и случился тот участок, который он себе лечил? Сложно сказать за другого что-то. Подобный ответ может быть только в результате серьезного обследования до и после. Но в какой-то степени, наверное, я просто не знаю, как это может выглядеть на уровне органическом конкретно. Вот этой области мозга, например, которая была повреждена, к примеру. Но мы знаем свойство, которое называется пластичность головного мозга, которое заключается в том, что в действительности, хотя это слышится странно, каких-то отделов мозга, которые отвечают за какие-то определенные функции, и эти области жестко ограниченные и более никак, этого нет. Изначально думали о том, что да, ну, за речь, например, отвечает какой-то один центр участок мозга, задвижение другое, и так далее. В действительности все оказалось значительно сложнее, и однозначного соответствия действительности нет, учитывая еще то, что однозначное место, которое для всех абсолютно будет абсолютно правильным, учитывая пластичность мозга, которая выражается в том, что когда какие-то участки мозга не функционируют, или связь с ними не функционирует, то есть они функционально могут быть нормальным, но связь с ними нарушена, то эту функцию начинают вполне другие области мозга. Поэтому говорить о том, что в органическом плане ребенок прекратил, потому что именно эта конкретная область у него выздоровела, тут сложно сказать, опять-таки только в результате такого точного исследования на органическом уровне можно что-то сказать, но вероятно более важно не другое. чтобы это первое действительно осталось в прошлом, чтобы ребенок стал здоров и в том числе перестал вот это делать. Как мы это опишем, какие конкретно области мы назовем виноватыми, какие наоборот, я думаю, это совершенно не важно. А важно другое, чтобы ребенок в действительности стал здоров, его организм подсистемы работал так как нужно, мы не в состоянии узнать говоря по-простому, во всех подробностях как работает та система, которая является нашим телом, никто не знает полностью всех функций даже известных органов. Если вы студенты, которые изучают медицину, они постоянно с этим сталкиваются. Абсолютного точного знания того, что такой-то орган выполняет такие-то функции, его нет. Все основывается на определенных гипотезах, предположениях, но не более того. Когда я это узнал, я тоже был весьма изумленный. Я думал, что, наверное, уже все изучено и что конкретно действует, что конкретно делает та же щитовидка поджелудочная или селезенка или печень, что все должно быть уже досконально известно. Оказалось, что совсем не так. Спасибо. Еще можно лайфхак? Ну, раз уж такое по поводу ... Ну, кратко, пожалуйста. Кратко по поводу массажа. Вот такая щетка. Да-да-да, вот такая периодически ему и себе. И вот такие вот у нас вот такие вот штучки. Могу показать. Вот это маленькие, это для пальца. Да-да, мы вот такие большие, да, тоже иногда вот эти стимуляции проводим. Вот так вот тоже. Лайфхаки ваши. Ну, это не мои, это мы просто используем. Вот это конкретно вот, вот это вот конкретно это, и то, что у тебя это используется в корейской медицине, называется суджок. Вот. Кстати, вот должен еще тогда вкратце сказать, подобные методы оздоровления активно используются во всех странах практически. Тоже углоукалывание, к примеру. Суджок это тоже углоукалывание, только там другими немножко по размеру иглами, и в основном это через пальцы, руки в основном, и аурика терапия это область уха. В традиционной китайской область всего тела, там корейская вот именно вот это. Это используется активно во многих клиниках. Я могу вкратце рассказать и порекомендовать, скажем, обратиться к тем, с кем я лично знаком. Ну и родом из Ташкента, вот в Ташкенте могу порекомендовать обратиться к человеку, которого зовут Айбек Наджимов. Центр медицины называется Тибет. И они тоже используют углоукалывание, еще подобные методы народной медицины. Айбек Наджимов был одним из моих первых учителей в Ташкенте, впоследствии сотрудником. Вот работа это вот сейчас тоже в этой области. Это Ташкент из России это Агулов Александр Тимофеевич, который много видео сделал в Ютубе о висцеральной хиропрактике. это тоже метод народной медицины, который основан на действии которого основан на глубинном массаже органов брюшной полосы. Они также используют разные подобные. из израильских познаком эхо возникло. Но это от нас не заинтересовано. Например, есть такая клиника клиника в крупнейшем Ихилов в Тель-Авиве. Клиника называется Медбалан. Они тоже используют методы кризисной медицины, суджок. То есть это воздействие на точки определенные. в ушной полости и в руках. Да, вот такого типа. То есть это признанные направления современной медицины. Я сказал несколько из разных стран. Что касается Израиля, мы знакомы с центром Топ Ихилов или Медбаланс. Они находятся в комплексе крупнейшего медицинского центра израильского Тель-Авийского называется Ихилов. То есть вполне себе признанная нормальная конвенциональная медицина. Повторяю, дети, которые себя так бьют, они тоже стараются таким способом себя здоровить. Ладно, всего доброго всем, потому что время уже у нас совсем вышло. Минус затянули. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всем пусть нам заплатят. Спасибо, Давид. Спасибо. Если что, пожалуйста, обращайтесь. Всего доброго. субтитры субтитры